Шречен мой Благодарность Часть 13. Благодарность и медитация Благодарность – солнечный свет медитации Высшая высота молитвы – это безусловное тречение. Глубочайшая глубина медитации – это бессонная благодарность. Вопрос. В чем разница между обычной медитацией и чувством благодарности? Шречен мой. Медитация и благодарность – не одно и то же. Медитация подобна пуску машины. Вы подходите к печатному прессу и включаете его, но не закладываете в него бумагу. Машина работает и работает. Но из нее ничего не выходит. Машина может работать бесконечно, но если Всевышний ничего не вложит в машину, вы не получите результата. Однако, если Бог вложит в машину бумагу и машина заработает, тогда, получив результат, вы вознесете благодарность. Если вы ничего не получите, вы не почувствуете никакой благодарности. Так что в медитации вы включаете машину, а в благодарности вы чувствуете, что Бог совершил что-то внутри вас. В момент безмолвия Бог выводит вперед мое сердце благодарность. И внутри этого сердца благодарности я вижу просветляющую все улыбку в фонтан Бога. Вопрос. 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 чему, потому что он дает нам устремление медитировать. Сначала должно появиться устремление. Когда мы чувствуем благодарность за уже полученное устремление, результатом этого становится получение устремления. И надо каждый день обновлять в себе любовь, преданность и отречение. Тогда нам не придется страдать от плохой медитации ни единого дня. И, наконец, настанет время, когда мы окажемся способными медитировать спонтанно в любое время. Спустя некоторое время, через несколько лет, мы станем едины с сознанием медитации. Тогда сознание медитации само будет нами довольна и станет заботиться о нашей внешней и внутренней жизни. Пища тела сотворена из материи. Пища души сотворена из духа. Пища для души – это жизнь-благодарность, сердце благодарности Богу. Пища для души – это призыв совершенства. Пища для души – это пробуждение сердца. Вопрос. Как побыстрее взбодриться после того, как проснулся, чтобы хорошо медитировать? Шричин мой. Чтобы хорошо медитировать сразу после пробуждения, надо сделать несколько глубоких вдохов и в то же время послать очень одухотворенную благодарность Всевышнему. Но прежде, чем начать медитировать, нужно умыться и хорошенько привести себя в порядок, чтобы полностью прогнать сонливость из своего сознания. Мое утро начинается, и я со всей искренностью молю своего внутреннего кормчивого об одном. Пусть улыбка благодарность моего сердца остается прекраснее прекрасного и никогда не стареет. Вопрос. Как мне улучшить утреннюю медитацию? Шричин мой. Надо каждое утро возносить благодарность Богу за то, что Он пробудил ваше сознание, в то время как другие еще спят. И за все Его бесконечные благословения вам. Если вы подарите Богу хотя бы капельку благодарности, вы ощутите Его сострадание. Тогда, ощущая сострадание Бога, попытайтесь отдать Ему себя. Скажите, я буду стараться радовать тебя только так, как ты того хочешь. До сих пор я просил тебя радовать меня по-моему, дать мне то и это, чтобы стать счастливым. Но сегодня я прошу у тебя способность радовать тебя по-твоему. Если вы будете говорить это искренне, ваша утренняя медитация сама собой укрепится. Благодарность – это солнечный свет медитации. Вопрос. Можно ли делать что-то такое, чтобы у меня всегда была хорошая медитация? Шричин мой. Вам хочется постоянно вкусно есть. Но иногда еда бывает не столь хороша. И если вам всегда хочется очень вкусной еды, нужно знать, где найти опытного повара. Ваш духовный повар – я. И вам легко прийти к этому повару? Как? С помощью благодарности. Той благодарности, которая есть внутри сердца, а не внутри ума. И я всегда говорю, что прошлое – это прах. Но иногда всего на секундочку можно вспомнить, что когда-то вы были в том же положении, что и ваши друзья и соседи. А теперь взгляните, какая разница между вами, как будто день и ночь. Они могут быть богатыми на материальном плане. Но на духовном плане они нищие, банкроты. Когда вы увидите разницу, внутри вас забьет родник благодарности. И хотя это может оказаться всего лишь капля благодарности, внутри этой благодарности вы обнаружите новое творение. Крошечное зернышко благодарности означает мир нового творения. Зернышко надо посеять. И потом оно прорастет и превратится в растение. Так что если у вас нет хорошей медитации, тогда лучше всего думать о том, кем вы были и кем станете. Когда-то вы не умели и ползать, а теперь вы бежите в духовной жизни. Увидев разницу, вы непременно обретете благодарность. Кому? Всевышнему. Ведь Он – это вершитель. Именно Он вас вдохновил и действовал в вас и через вас. Он вас вдохновил и Он дал вам плод вашего действия. Поэтому в вас, естественно, проявляется благодарность. Если вы видите цветы благодарности вокруг себя и чувствуете цветы благодарности внутри себя, значит вы уже посадили вечный райский сад. Не только для себя, но и для всего человечества. Вопрос. Возможно ли со временем ощутить свою душу в медитации, заключающейся в долгом пении и повторении мантр? Шричин мой. Посредством пения и повторения мантр вполне возможно увидеть, почувствовать свет и реальность души и слиться с нею. Все зависит от того, как это делать. Если во время пения и повторения глядеть по сторонам, чтобы увидеть, оценили ли остальные ваш прекрасный голос, никак не сумеешь ощутить свою душу. Если вы наблюдаете за тем, насколько сильно до трепета ваш голос радует всех, поймите, что этим трепетом откликается витальный мир публики. Но если петь одухотворенно и преданно, каждый миг чувствуя, что даришь цветок благодарности Всевышнему внутри себя, непременно ощутишь свою душу. Надо чувствовать, что у вас внутри есть бесконечный запас цветов благодарности, и что вы каждый миг возлагаете благодарность к стопам Всевышнего, вашего внутреннего кормчего. Если чувствовать это, вы во время пения и повторения непременно увидите душу, почувствуете душу и превратитесь в свет и реальность души. По собственной воле и выбору я хочу, чтобы моя жизнь стала цветком благодарности у стоп моего Господа Всевышнего. Духовное упорство. Духовное упорство означает ежедневное обновление своей благодарности Всевышнему. Каждый день открывается новый лепесток, и цветок расцветает полнее. Считается, что, вступив в духовную жизнь, вы будете вкушать нектар, дарующий бессмертие и силу пищи, пищу Бога. Но такая изысканная пища достается вам не каждый день. Вчера вы ели восхитительную пищу, а сегодня самую обычную. Но даже если еда обычная, вы все равно едите. А если думать, о, вчера я ел такие изысканные блюда, сегодня еда никуда не годится, то вы будете лишь вспоминать о вчерашней еде, а сегодня ничего не съедите. Тогда вы ослабеете. Надо есть хотя бы ради того, чтобы поддерживать форму. А завтра вы снова попытаетесь добыть ту восхитительную еду. Вчера у вас были деньги, поэтому вы отправились в индийский ресторан и ели самосы и пападамы. Сегодня денег нет. И вы идете в кофейню и берете сэндвич. Ваше устремление сравнимо с силой денег. Вчера устремление было невероятным, и вы почувствовали божественный покой, божественное блаженство. Сегодня такой силы устремления у вас нет, и изысканная внутренняя пища вам не достается. Если вы будете полны устремлений ежедневно, вы всегда будете чувствовать от своей духовной дисциплины такое же вдохновение и радость. Некоторые считают, что каждый ищущий должен временами проходить через духовную пустыню. Но в этом вовсе нет необходимости. К цели ведет много дорог. Если рано утром перед медитацией одухотворенно приносить благодарность своей Души Всевышнему, то ваша дорога будет прекрасной, озаренной солнцем и короткой. Но сначала должна прийти благодарность. Как почувствовать благодарность? Просто каждый день помните, что ваши друзья, члены вашей семьи и другие все еще погрязают в удовольствиях невежества. Среди миллиардов людей вы один из очень немногих избранных Всевышним служить Ему. Естественно, за этот дар вы можете предложить Ему благодарность. Осмотритесь, и вы сразу увидите, что сотни знакомых вам людей не устремляются. Почему же устремляетесь вы? Бога не подкупишь, Ему никто не сможет дать взятку. Именно потому, что Он выбрал быть вас Его Божественным Воином, Он наделил вас большими возможностями. Если однажды вы встанете рано утром полным энергии, и у вас будет хорошая медитация, сразу предложите Ему благодарность. На следующий день скажите, что, даровав вам вчера радость, Он был так добр, и снова почувствуйте благодарность Ему. В благодарности рождаются покой, свет, блаженство и все божественные качества. Однако ваша благодарность должна быть безусловной, поскольку Бог дает нам все безусловно. Бог наделил вас каким-то божественным качеством не потому, что вы медитировали 6 часов. Сначала спросите, кто дал мне способность медитировать 6 часов? 10 лет тому назад, да даже год тому назад, я не мог медитировать ни минуты, а сегодня смог медитировать 6 часов. Кто дал мне эту способность? Ее дал Бог. Но эту часть вы забываете. Вам кажется, что вы сделали что-то сами. Вы говорите, я делал это вчера. Так почему же я не могу сделать это сегодня? Если в один какой-то день вы почувствуете себя вершителем, то на следующий день станете пострадавшим. Вчера некто действовал у вас и через вас. Эта же личность может действовать у вас и через вас сегодня при условии, что вы будете ему благодарны. В жизнеустремление нужно сеять семя благодарности каждый день. Тогда мы увидим, что медитация будет у нас весьма плодотворной каждый день. А если пока она не бывает плодотворной каждый день, надо понять, что нельзя есть изысканную пищу ежедневно. Но что-то мы все же едим каждый день. Это требуется для здоровья. Сегодня утром мой внутренний кормчий мне сказал «Дитя мое, пусть твое сердце и мое сердце обменяются красотой благодарности, благоуханием благодарности и восторгом благодарности». Вопрос «Как в повседневной жизни узнавать волю Бога?» Шречен мой. Волю Бога в повседневной жизни можно узнавать, если рано по утрам чувствовать глубочайшую благодарность Богу за то, что Он уже сделал для нас. Когда вы дарите свою благодарность сердце, оно расширяется. А расширяясь, оно становится единым целым с универсальной реальностью Бога. Сердце благодарности распускается, как цветок. Когда цветок полностью раскрылся, вы им любуетесь и восхищаетесь. Вот когда и у вас расцветет сердце благодарности, Бог мгновенно будет доволен. И если вознести благодарность Богу за то, что Он уже сделал для вас, то, естественно, у вас и через вас будет действовать добрая воля Бога. Рано утром, прежде чем медитировать или делать что-то еще, выразите как можно больше благодарности. Предложите свои одухотворенные слезы, просто потому, что вы стали тем, кто вы сейчас. И если делать так, в конечном счете, вы станете чем-то бесконечно большим, чем то, что представляете собой сейчас. Так что благодарность сможет дать вам почувствовать, в чем заключается воля Бога. Воля Бога будет действовать в вас и через вас. И Бог будет делать все в вас и через вас. И ради вас. И если приносить благодарность. Вопрос. Что фактически происходит в конце медитации для широкой публики, когда вы встаете и надеваете на себя гирлянду? В конце медитации я обычно делаю два дела. Когда я встаю и смотрю на ищущих, я в последний раз отдаю им себя. Это последняя самоотдача, внутренний дождь, внутренний душ. Моя душа приносит свыше сострадание Бога, особенно его восторг сострадание. В последние несколько минут я фактически превращаюсь в проливной дождь. И я буквально вижу себя как дождь. Только этот дождь не создает ищущим проблем. Напротив, он помогает им бежать так быстро, как они хотят. Когда я надеваю гирлянду, этот поступок ни в коем случае не демонстрация. Я беру ее не потому, что усердно потрудился на поле битвы жизни и заслужил ее. Нет. Эту гирлянду я беру как гирлянду благодарности. Я надеваю ее на шею лишь для того, чтобы показать, что эта гирлянда не моя, она ваша. Я стою там как лидер, играю роль лидера. Вы можете сказать, самозванного лидера, если хотите. Но этот лидер получает гирлянду лишь от имени группы. Во время медитации каждый отдельный человек из публики внес что-то в самоотдачу лидера. Поэтому я ношу эту гирлянду от имени всех ищущих. И я тоже ищущий. Хотя у вас в распоряжении всего одна гирлянда. Этот лидер прекрасно знает, что она принадлежит всем. Я беру гирлянду как символ своей благодарности каждому из вас, Всевышнему в каждом ищущем. Я пришел в мир, чтобы предложить моему Господу Всевышнему гирлянду своего сердца благодарности. Субтитры создавал DimaTorzok